Я милого узнаю по походке. Ну, как здорово сказано, да? Вообще, гениальные фразы, они такие вот, на века остаются. Вот папочка моей внучки любимой Гритки мне говорила однажды такую вещь, что физкультура, она очень эффективна для человека, если она 100% с ним совпадает. Ну, вот прошло много-много лет, я создал синхрогимнастику, и критерии подбора индивидуальных действий для каждого, именно тогда и получилось, что когда действие совпадает с человеком, она тоже снимает стресс. А сам процесс подбора путём перебора, то есть принцип ключа, как подобрать это действие, отбрасывая то, что не получается, а делая только то, что получается, и то, что хочется продолжать, и делается с минимальным усилием, без всяких энергозатрат и физических напряжений, делается так, как организм просит, требует, если к нему прислушаться. Так это же синхрогимнастика и есть. Миллион различных действий, миллион, допустим, физических действий или мыслительных, ментальных процессов, перебирая их, подбирая то, что тебе подходит, то, что хочется продолжать, это твоё. Личное, индивидуальное, именно то, что сказал Андрюша тогда, Зорин. Зорин Андрей, сын моего друга Зорина Олега. Ну, вот видите, как всё взаимосвязано. И как раз таки он папа моей внучки-гретки. И у него каллиграфическое искусство. Он рисует так тонко, так точно. Он много-много лет назад в нашей школе Homo Futurus, человек будущего, делал эмблему. Ещё тогда был не в Испании, а в Москве. И там такая картинка очень интересная. Я вот её найду, я вам покажу в следующий раз. Каллиграфически сделано. Так у моей внучки-гретки тоже почерк такой. Вот удивительно, да? Андрюша, почему вот я считаю, что он гениальный человек, потому что он, у меня в книге даже написано, как в своё время, в этой книжке, по-моему. Он в своё время говорил, если ты хочешь принять решение, посмотри, как плывут облака, посмотри, как гнутся под ветром деревья. Да. И потом ты поймёшь, какое решение принять. А потом, может быть, и не надо никакого решения. Вот интересно, правда? Потому что критерием, критерием является вот эта гармония. То же самое, что и соответствие при подборе приёмов. Да. Он говорит, физкультура помогает очень эффективно, когда она точно, на сто процентов совпадает с человеком. Надо бы годы, чтобы прошли, что я придумал синхронистику. Вот как интересно. Поэтому слова, в которых, в метафорах, лаконично, ёмкость, большая, смысловая, выражена, это гениальные фразы. Амар Хаям, например, Пушкин Александр Сергеевич, Толстой Лев Николаевич. Ну, много-много людей, которые умели выразить. Я не думаю, что это просто им с неба падало. Они, вот я читал где-то, как Пушкин трудился. И на полях, на полях его черновиков он рисовал женские головки и свои портретики, потому что он снимал лишний стресс автоматическими действиями. А Лойза Хэй, она, Лойза Хэй, она снимала лишнее напряжение тем, что колотила подушку, когда стресс её достал. Расплакалась и потом села такая свободная уже и сказала, любите себя. А вот ещё писательница, которая написала много детективов, писая детективы, она всегда мыла посуду, потому что повторяемо бы детективно. Движениями снимала напряжение. Я заметил это, что повторяемое движение снимает напряжение. Сказал это много-много лет назад. И эта фраза такая лаконичная, такая ёмкая, она стала народной песней. И сейчас уже все забыли, кто её придумал. А это я придумал, потому что потом её в Германии подхватили. вставили. Ну, короче говоря, много чего тут было. Друзья, я это с приветом для Андрея записал, потому что я ему написал сегодня. Я помню, как ты мне сказал, что физкультура, которая на 100% совпадает с человеком, даёт отличный эффект. Я помню это. И благодарен. Я поэтому вот записал это видео. А походу хотел сказать, всё-таки, сколько бы я об этом не рассказывал, сколько бы я не говорил о том, что надо собирать в себе понимание, что подбирать надо действие наиболее простое, которое вам хочется продолжать, отпусти свои руки, отпусти свои ноги, посмотри, как облака плывут по небу, как дотятся свободно деревья на ветру. Вспомни вот эту природу, это естество. Да, и не цепляйся за штампы и авторитеты. Почувствуй в себе вот эту свободу, естественность. И многие вопросы у тебя будут решаться лучше. До встречи, друзья. В следующем ролике я расскажу, как выходить на состояние свободы творчества. И, конечно, для этого надо быть выспавшимся. До встречи.